Здравствуйте! В эфире интервью. Сегодня в нашем пресс-центре юрист Игорь Пушкарин. Поговорим о том, как автолюбителям готовится к изменению правил прохождения техосмотра и почему нововведения перенесли на полгода вперед. Игорь Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия. Давайте, наверное, начнем с того, что вот как раз с новости о перенесении нововведений на 1 октября. Как Вы считаете, с чем это связано, почему пришлось все-таки на полгода перенести? На мой взгляд, это разумный подход, потому что очередная реформа технического осмотра была не готова. В частности, вызывали много возражений и сомнений в частности правила, новые правила прохождения технического осмотра. Кроме того, не были утверждены тарифы на стоимость технического осмотра. Я хочу отметить, что эти тарифы регулируются региональными энергетическими комиссиями того или иного региона. И именно тарифы должны лежать в основе определения и эффективности работы новых правил технического осмотра. Для того, чтобы вообще понимать, что произошло, необходимо знать историю прохождения технического осмотра. В 2011 году у нас произошла первая реформа технического осмотра, когда правительство эту функцию из функции государственной, то есть это была государственная услуга, которую оказывали Министерство внутренних дел за соответствующую плату. То есть Министерство внутренних дел получали деньги и выдавали автовладельцам талон технического осмотра. Посчитав, что эта услуга должна перейти в частные руки, правительство в 2011 году издало закон, который определил новый порядок прохождения технического осмотра. То есть эта услуга из государственной стала коммерческой. То есть появились операторы технического осмотра и так далее, и государство было полностью отстранено от оказания этой услуги. Но проблема возникла в том, что государство передало полномочия бизнесу со всеми бизнес-рисками и так далее, а определение стоимости услуги оставило себе. То есть и фактически вот эта низкая стоимость, в частности у нас, например, в Омске на сегодняшний день прохождение технического осмотра легкового автомобиля стоит 376 рублей. Этот тариф не меняется уже по меньшей мере лет 5. В Москве это чуть больше 700 рублей. То есть это совершенно не рыночный тариф. И очевидно совершенно, что бизнес, то есть операторы технического осмотра, которые эту услугу оказывают, они работают прежде всего с целью извлечения прибыли. А прибыли здесь нет, потому что понятно, что нужно содержать помещение, нужно содержать оборудование, нужно оплачивать электричество, платить зарплату экспертам и так далее. И этих денег не хватает для того, чтобы эту услугу можно было оказать и заработать на этом что-то. И поэтому возник черный рынок так называемых диагностических карт, то есть документов, которые подтверждают фактически то, что данный автомобиль находится в исправном техническом состоянии. Вот, кстати, в Минэкономике насчет тарифов хотят пересмотреть, установить новую планку. Как вы считаете, какой тариф может быть обоснован? Насколько его можно увеличить? Я, конечно, не экономист, не эксперт, тем более мне не очень-очень понятно вообще структура затрат, которая возникает. Но я просто понимаю, что исходя из базовых рыночных понятий, что 376 рублей их недостаточно для того, чтобы услуга была оказана качественно, в полном объеме, ну и в соответствии с требованиями законодательства. То есть вот с этого и нужно было начинать. То есть правительство, первое число, должно было предложить бизнесу стоимость услуги. И тогда уже понимать, готов ли бизнес к этому работать по новым правилам или нет. Потому что я полагаю, что если, скажем, тарифы будут подняты на 20-30-40%, то ничего не изменится. Просто будет сложнее эту диагностическую карту продать. То есть что сейчас представляет из себя получение диагностической карты? Это, ну, фактически, как вы приходите в супермаркет, покупаете товар, да, и вам за 5 рублей продают пакет. То же самое здесь. Человек обращается в страховую компанию для приобретения полиса, да, и ему говорят тут же, сейчас мы вам еще диагностическую карту выпишем, там, ну, условно, за 500-300 рублей. И все. То есть диагностические карты, это фактически бумага, которую продают в массе свои страховые агенты. Причем купить ее совершенно просто, не требуется никаких услуг. И правительству нужно было начинать сначала с определения стоимости услуги, а потом правил игры. Да, они пошли наоборот, придумали правила игры, да, не спросив бизнес-сообщества, а готовы по этим правилам играть, а готовы оказывать услугу, либо вы будете продавать эту диагностическую карту, только немного сложнее. Там, например, с фотографиями автомобиля перед техническим осмотром, после технической, как требуют правила сейчас, да. То есть ничего, по сути, не изменится, только будет, скажем, эта стоимость диагностической карты будет дороже, чем она сейчас. Вот вы уже затронули, начали об этом говорить и сказали о том, что ничего особо для самих автомобилистов не изменится. Давайте об этом поподробнее с новыми правилами, что идет наряду. Вот что теперь должны делать именно автомобилисты, как проходить техосмотр? Я думаю, что автомобилистам вообще не нужно забивать голову. Но это знание о том, что содержалось в правилах, которые должны были вступить с 1 марта, это ненужное им знание. Потому что я предполагаю, что с 1 октября, если правительство проявит здравый смысл, то вообще будет отменены проколида технического осмотра в отношении легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам. За исключением автомобилей и такси. Это отдельная категория. Потому что на сегодняшний день, во-первых, согласно правилам дорожного движения, водитель отвечает за техническое состояние автомобиля. То есть перед поездкой он обязан проверить техническое состояние, и в пути следования он обязан проверять это техническое состояние, чтобы оно соответствовало требованиям техническим, изложенным в приложении к правилам дорожного движения. То есть там это рульбовое управление, тормозная система, свет и так далее. Поэтому уже на водителя возложен, он уже отвечает за надлежащее состояние. Кроме того, мы знаем, что количество дорожно-транспортных происшествий по статистике ГИБДД в основном происходит из-за нарушения правил дорожного движения, подавляющего большинство. И доля ДТП, произошедших в связи с неисправностью транспортных средств, она мизерна. И ради устранения вот этого, проводить реформу технического осмотра, на мой взгляд, экономически нецелесообразно. Это имеет смысл только в одном случае. Если мы обеспечиваем работу, работая определенную группу людей, операторов технического осмотра, их сотрудников, агентов, которые зарабатывают на этом, только это. Потому что никакой проверки технического состояния транспортных средств в России сейчас не существует. Ну, я беру, скажем, легковые транспортные средства. Ну, вот, наверное, самый главный вопрос. Все-таки у нас сначала срок 1 марта, теперь 1 октября. Но автомобилисты, в принципе, не знают, что им делать. У кого с 1 марта, например, закончился или вот в ближайшие дни закончатся техосмотры? Что им делать? Проходить, не проходить? Как? Им ничего не нужно делать, им нужно просто забыть о том, чтобы были какие-то новые правила. Просто забыть об этом. Потому что сейчас существуют правила, которые существовали, скажем, до 1 марта. То есть ничего в этих правилах не изменилось. И они должны сейчас, в идеале, поехать к оператору технического осмотра, заплатить ему 37 рублей и пройти технический осмотр, получить диагностическую карту, предъявить его в страховую компанию. Это, так сказать, идеальный вариант. Так они должны делать в соответствии с законом. Как они будут делать, я не знаю, но могу предположить, что они будут делать, скажем, завтра, послезавтра и так далее. Ничего не изменилось. Кстати, полученные карты техосмотра вот сейчас, в период до 1 октября, которые будут, так скажем, пройдены незаконно, получены, точнее, незаконно, с 1 октября они будут проверяться и блокироваться, как раньше сообщалось? Я не знаю. То есть с 1 октября вообще могут измениться. То есть с 1 октября вообще может быть иной порядок. То есть сейчас есть, посмотрите, правительство, которое говорит о том, что оно должно быть введено с 1 марта. Сейчас его изменили. То есть фактически законодательного акта нет сейчас. И что будет? Возможно, что, скажем, в конце сентября примут решение о переносе и введении этих правил, например, до 1 марта 2021 года. Либо внесут какие-то изменения, либо сделают что-то еще, либо вообще отменяют технический осмотр для легковых автомобилей. То есть неизвестно, что будет. Сейчас просто не нужно вообще думать об этих правилах, потому что сейчас они ничего не регулируют. Ну все-таки, наверное, хотелось бы еще поговорить о том, что, читая СМИ, немногие интервью по поводу введения нового техосмотра, есть информация о штрафах, которые будут наложены как на автолюбителя, так и на тех, кто осуществляет вот этот незаконный техосмотр. Расскажите, пожалуйста, подробнее, есть ли информация какая-то о штрафах, что грозит автолюбителям и что вот как раз тем специалистам, которые выдают эти карты техосмотра. Ну, нужно заметить, что в ближайшее время должен быть принят новый административный кодекс, который будет предусматривать ответственность как автовладельцев, так и операторов технического осмотра за то или иное нарушение закона. Поэтому какие нормы будут содержаться там, я не знаю. Какие бы нормы, какая бы ответственность, скажем, не содержалась в этом, скажем, нормативном акте, бизнес не будет работать в убыток. Это, можно сказать, миллионный штраф для оператора. Оператор закроет свой пункт и уйдет с рынка. То есть он не будет оказывать, он не будет проверять техническое состояние автомобиля под угрозой любых штрафов, только, так сказать, рентабельность бизнеса, только, так сказать, ну, паритетные условия и так далее. То есть должны быть условия, которые взаимовыгодны с учетом интересов всех участников этого рынка, автовладельцев, страховых компаний, отчасти страховых компаний, операторов технического осмотра и государства. Пока государство не начнет, скажем, широкое общественное обсуждение и скажет, ребят, давайте соберемся и определим, как нам играть на этом рынке. Я думаю, что операторов технического осмотра, они слушают. То есть я предполагаю, потому что вводят такие правила, да, понятно, что они введены односторонне, там, какие-то эксперты поселения подумали, да, на самом деле, я сказать, ничего, скажем, ну, позитивного, ничего, что продвинулось вперед, да, на мой взгляд, не делается. Ну, наверное, уже в завершении разговора, вот, вы сейчас отвечали на мой вопрос, у меня вот образовался такой вопрос. Не возникнет ли, если не будет вот достигнута этой договоренности по тарифам в том числе, не возникнет ли дефицита операторов технического осмотра? Ну, то есть АМИЧи и вообще россияне не смогут просто найти ту организацию, где им по законным путем пойти и получить их осмотр. Конечно, я вам более того скажу, что в некоторых регионах, в некоторых регионах их просто не хватает. То есть есть же статистика, берется определенное количество транспортных средств, которые зарегистрированы в регионе, да, и берется пропускная способность, так сказать, того или иного оператора. Количество операторов тоже известно, потому что они регистрируются, то есть они получают аккредитацию, да, оно известно, да. И этим количеством операторов, да, невозможно пройти технический осмотр этих транспортных средств. Конечно, не будет. То есть бизнес будет уходить. То есть нужно либо государство брать на себя полномочия по оказанию данной услуги, делать эту услугу государству, да, и, соответственно, скажем, убирать отсюда рыночные механизмы, да, ну и оказывать услугу и оплачивать его из бюджета, да. Либо делать эту услугу привлекательной для бизнеса. В противном случае будет та же самая имитация прохождения технического осмотра, продажа технологических карт, черный рынок и так далее. И никакого результата не будет. Игорь Владимирович, большое спасибо за интервью. Спасибо вам, Анастасия. А я напомню, это было интервью с юристом Игорем Пушкарем. В студии была Анастасия Кишмережкина. До встречи в эфире. Анастасия Кишмережкина.